Что там с Укрбудом? Надеюсь, киевские власти до такой фигни не додумаются. И в клетке детская площадка. Второй строящийся дом. То, что я вам говорил. Укрбуд предан традициям. Но я клиент не идеальный. Всем привет! Меня зовут Сергей Нагорный и я продолжаю искать жилье в Киеве. Сегодня я нахожусь в Святошинском районе и приехал я сюда посмотреть на строительство ЖК Академпарк. До этого комплекса можно добраться как от станции метро Житомирская, так и от Академгородок. Но, по-моему, мне кто-то говорил, что от Академгородка будет быстрее или проще или удобнее. Не помню уже. Но я решил, что да, действительно, к комплексу Академпарк лучше идти по бульвару Академика Вернадского от станции метро Академгородок. Строит этот комплекс знаменитая компания Укрбуд. Несмотря на то, что она такая большая и у нее огромное количество объектов в Киеве, это всего лишь четвертый комплекс этой компании, который я посещаю. До этого были Кирилловский Гай, Казацкий и Солнечная Ривьера. Получается так, что нахватать строек, конечно, можно, а вот достроить это уже чуть-чуть другой вопрос. Но и так как Академпарк – это комплекс Укрбуда, я уже предвкушаю ваши вопросы. Что там с Укрбудом? Все вы, наверное, знаете, что последние два месяца, может, уже и больше, эту компанию страшно лихорадит. Компанию продал ее собственник. И после этого стройки так значительно затормозились, если не сказать остановились. Кто подписан на мой канал Телеграм, я скидывал туда статью о том, что связано это с коррупционным скандалом. Компания Укрбуд построила какой-то бизнес-комплекс на Печерске, на земле, принадлежащей Нацгвардии. За это Нацгвардии полагалось 50 квартир в этом комплексе. Но потом сделали какие-то шуры-муры, и вместо 50 квартир на Печерске им предложили 60 квартир где-то на Червоном Хуторе. И, в общем, вот так вот порешали. Если сказать проще, то Укрбуд заполучил землю на Печерске за очень-очень заниженной ценой. И поэтому сейчас гендиректор компании и бывший ее собственник, и еще некоторые фигуры находятся вот под следствием, или как это сказать, в общем, в судовом процессе. Полистал я, конечно же, форумы, посвященные Академпарку, и понял, что инвесторы на таком спреме боятся, не знают, достроятся ли их дома или нет. Обещали строительство закончить во втором квартале 2020 года, но, учитывая все задержки, конечно же, они не успеют. Да, и сейчас работы, насколько я понял, ведутся так чисто для видимости. Но, в любом случае, сейчас пойду и посмотрю своими глазами. Честно говоря, я в этих краях нахожусь в первый раз в жизни. Вот никогда Академгородка не шел в эту сторону. А тут, оказывается, еще и бульвар такой есть. Плюс-минус ухоженный, ничего особенного, но, как бы, асфальт ровный, лавочки стоят, дворники метут. И вот я уже вышел на финишную прямую. Начинают виднеться дома Академпарка. Здесь, по левую сторону, я подготовился, посмотрел по карте, находятся всякие промышленные помещения там чуть дальше. Завод Антонов с его взлетной полосой. И также железная дорога. Слышно ее здесь или нет, я постараюсь понять. Также вот какое-то здание спорткомплекса. Не знаю, функционирует оно до сих пор. Но, судя по свету в помещениях, наверное, там что-то все-таки еще происходит. По правую сторону от бульвара стоят рядами хрущевочки. Есть остановка общественного транспорта. Там 97-й автобус ходит. Магазин Буд Материалы. Люди выгуливают собак здесь на бульваре. Достаточно широкий, кстати, бульвар. Я представляю, как многие автомобилисты хотят срезать все эти деревья, закатать здесь все асфальт. Посмотрите, какая широченная могла бы быть автострада. Но, надеюсь, киевские власти до такой фигни не додумаются. Так как комплекс начали строить уже достаточно давно, наверное, еще в году так 13-14, то изначально он позиционировался как эконом-класс. Хотя строили его по кирпичной технологии. Представьте, 17 этажей просто из кирпича с перекрытиями. Ну, вот точно так, как мой дом в зазимье, также только 17 этажей. Правда, позже решили, что надо повышать этажность. И следующий дом, который тоже должен был быть 17-этажным. Сделали пару секций 18-этажных или что-то такое. И остальные секции начали строить уже по монолитно-каркасной технологии. Хотя заполняют все тем же кирпичом. Но уже высота 20-25 этажей. Опять же, справа от бульвара видим гастроном, секонд-хенд, тренажерный зал, магазин-кафе. Ну и вот дома Кадимпарка. Несмотря на то, что дома стоят прямо над дорогой, улица здесь не очень шумная, не очень загазованная, потому что по две полосы с обоих сторон и огромные широкие полосы бульвара. Так что тут скорее больше парк, чем дорога. Что ж, вот комплекс. Останавливаем секундомер и фиксируем 17,5 минут. И это от платформы станции метро Академгородок. Неплохой результат, как для комплекса, который, в общем-то, не особо позиционируется, как комплекс возле метро. Ну и вот перед нами дом. Первый дом, который построили с задержкой в один год. Сдали его во втором квартале 2017-го, хотя изначально обещали еще летом 2016-го. На первых этажах мы видим помещение для коммерции. Здесь уже разместились салон красоты, мебельный какой-то салон, продукты коло, стоматология и в клетке детская площадка. Посмотрите на эту красоту. Вот вам озеленение пресловутое. Да, с этой стороны плюс-минус что-то похожее на газон и на растения, но возле детской площадки что-то как-то не получилось. Ну и она находится вот в такой клетке, очень небольшая, покрыта прорезиненным покрытием. Дети игрушки оставляют, но в общем площадка на минималках. Здесь же по соседству с детской площадкой в клетке находится и спортивная площадка в виде теннисного стола и вот таких небольших тренажеров вроде кольца и турники для подтягивания. Фасад дома, конечно, на любителя. Яркие цвета в виде флага Ирландии, но остекление, как видим, в одном стиле и кондиционеры висят, капают на прохожих. А это такой второй мини-двор. Сам дом, он построен в виде буквы Е и в этих вот закруглениях тоже находятся две клетки, детская площадка. Тут вроде чуть поинтереснее и за счет того, что здесь нет песочницы, она более чистая. Урна, которая пристегнута к завору цепью, чтобы не украли, и тоже спортивная площадка. Типа для кроссфита. В общем-то, я приветствую вот такие площадки. Единственное, что не приветствую вот эти клетки. От кого они их закрыли? Но двери-то все равно открыты. Вот таким 17-этажным должен был бы быть и второй дом, но таким он уже не будет. Кстати, коммерческие помещения. К ним точно нет никакой возможности попасть людям на колясках или с колясками. Тут никаких пандусов нет. Огромное количество лестниц многоуровневых. Мало того, что здесь дорога всего двухполосная, одну полосу еще и запарковали припаркованными машинами. Вот и закончился дом. И с одной из сторон мы видим такие частные особняки. Так что частный сектор здесь по соседству. Балконы. Есть вот такая открытая часть балкона, как помните, в комплексе Новобуча. И здесь тоже кто стеклит ее, кто не стеклит. Никаких ограничений. Полет фантазий для творческих людей. Вход на территорию для посторонних лиц свободен. Комплекс не закрыт. А вот для въезда тут поставят шлагбаум. Правда, пока еще не поставили. Второй строящийся дом. То, что я вам говорил. Левая секция построена из кирпича, 17-этажная. Ну, а дальше уже соседние секции по монолитной каркасной технологии. Ни одного человека на стройке я не вижу. Никакого шума не доносится. Вот так выглядят подъезды домов. Водосточная труба, которая льется на тротуар, на лестницу. Та ничего страшного. Двери вот эти страшные, коричневые, металлические, со стеклянными бойницами. Домофоны. Не знаю, сидят ли там консьержи. Камеры наблюдения стоят. И даже охорона. Есть будочка для охраны. Так как дом достаточно длинный, то в нем есть вот такие сквозные проезды. Проходы, точнее. Машина тут вряд ли проедет по лестнице. С указателями, где какой подъезд. Ну и, собственно, вот там площадка, на которой я уже побывал. Поэтому вернусь-ка я обратно. Такая здесь тишина. Мертвая просто. Красиво. Здесь, кстати, должен быть подземный паркинг. Или такой надземно-подземный. Вот так выглядит сейчас в конструкциях этот паркинг, я так понимаю. Там, я не знаю, будет ли подземная часть. Насколько там будет мест. А сверху будет уже двор с детскими площадками. Ну, будет, если это все когда-то достроят. Есть зато электроподстанция. Не то, что в Новой Буче. Ах да, чуть не забыл сказать. Белые бордюры. Укербут предан традициям. Эх, учиться Укербуду еще и учиться у других застройщиков. Вот я уже третий раз бываю в отделе продаж Укербуда. И каждый раз, но не то. Никогда ни кофе не предложат. Не расскажут про комплекс подробно. Все нужно у них выпрашивать. Вопросы наводящие задавать. Им бы вот просто продать и все. Без лишних вопросов. Это идеальный клиент. Но я клиент не идеальный. Поэтому я немножко порасспрашивал. И сейчас поделюсь с вами информацией. Вот у меня распечатки. Опять-таки в телеграм-канале я их выложу. Тут вот актуальные цены и некоторые планировочки. Я напоминаю о своем инстаграме. Подписывайтесь, если вы этого до сих пор почему-то не сделали. И задавайте свои вопросы, на которые я сейчас буду отвечать. Цены на одну-кимнатную и двух-кимнатную квартиру. И транспортная развязка. Циковать. Выделены те квартиры, планировки которых я смотрел. Например, двухкомнатная квартира. Квадратура 84,5 метра. Стоит 25500 гривен за метр квадратный. И общая стоимость 2155770. Это при условии рассрочки. Если же оплатить полную стоимость, то будет 2 047 984. Ну, грубо говоря, на 100 тысяч гривен дешевле. Есть вот однокомнатная квартира 56,5 квадратных метра. Здесь стоимость 1 метра 26500. Ну и так далее. То есть минимальный прайс это 25,5 тысяч за метр. И максимальный 27500. Вот приблизительно в таком диапазоне. Что касается транспортной развязки. Если вы ездите на личном автомобиле, то до центра города в час пик можно добраться за 35 минут. Или в худшем случае 1 час и 15 минут. Несмотря на то, что до проспекта Победы рукой подать, сам проспект в час пик представляет из себя одну большую пробку. Ну, а если вы передвигаетесь на общественном транспорте, то вам в помощь красная линия метро. Вы можете точно так же дойти и до станции метро Святошин, или даже немного подъехать на маршрутке. Если не любите ходить. И в целом дорога до центра города у вас займет около 43 минут. Сказали, что 97% квартир уже распродано. И осталось вот совсем немного. Сразу же мне хотели предложить первый этаж, 25 этаж. То есть этажи, которые не покупаются. Там, кстати, в том доме коммерческих помещений не будет. Поэтому, да, с первого этажа квартиры начинаются. Какой максимальный срок рассрочки и минимальный взнос? На данный момент говорят, что рассрочку дают до ввода в эксплуатацию. То есть 7 месяцев. Это если учитывать, что дом сдадут во втором квартале 2020 года. И первый взнос от 25%. Но сказали, что если вдруг такое случится, что дом таки не сдадут через 7 месяцев, то тогда и рассрочку могут продлить. Интересно, как они нашего Сережечку примут. Ну, так себе приняли. Я замерз, как собака. Холодно сегодня. А мне даже чаю не предложили. С чем связано снижение темпов строительства ЖК? Что в отделе продаж знают о новых владельцах Укрбуда? Да что не знают. Знают то же самое, что и мы с вами. Ребята, читайте в интернете. То, что я знаю, я вам уже рассказал в самом начале. Почему вы продолжаете клепать многоэтажки? Ну, потому что покупают, потому и клепают. Строится ли комплекс? Какое качество строительства домов? Лично я строителей не видел, поэтому подтвердить, строится он или нет, я не могу. Но читал на форуме, что инвесторы, конечно же, следят внимательно. Внимательно смотрят камеры онлайн и любое шевеление просто празднуют открытием шампанского. Но, насколько я понял, строительство очень-очень медленное. Ммм, бородавочки уже на месте. Ну да, как, куда же им деваться-то? Охлаждать помещение как-то надо. Будет ли достраиваться комплекс? Насколько мне известно, пока построена только первая очередь. Ну и мне известно, что построена первая очередь. Собственно, этой первой очереди в отделе продаж и успокаивают. Говорят, да все нормально, мы построим. Вот видите, первую очередь же построили. По построенной очереди. Коммуникации подключили уже? Если нет, то когда обещают? Да, конечно, подключили. Вон свет горит в окнах. Я так думаю, что тепло по трубам тоже идет. Иначе люди бы уже тут взбунтовались в такой-то холод. Так что да, коммуникации подключили. Они здесь, кстати, будут обыкновенные, центральные. То есть ничего автономного. Сколько лет еще будут строить? Где паркинг? Ну, когда я спросил, а достроят ли все-таки дом в обещанные сроки, второй квартал 2020-го, менеджер так опустила глазки и начала. Ну, мы гарантировать не можем. Ну, более реально, конечно, к концу года. Ну, хотя я думаю, что к концу года это тоже самые такие оптимистичные сценарии. Так что достроят ли его и когда, пока неизвестно. Паркинг там во дворе я вам показал. И, насколько я понял, он на 104 места и все места уже проданы. О, свет включили. Хоть светлее вам будет на видео. Я не знаю как, но у Кырбуда получается находить достаточно неплохие места для строительства своих комплексов. Это я отмечал, когда был в ЖК Казацкий, да и в тот же Кирилловский Гай. То есть довольно тихие места. Да, идеальных мест в Киеве уже, наверное, не осталось. Но из тех, что есть, вот это место меня вполне как бы устраивает. Здесь и тихо, здесь есть и зелень. Несмотря на то, что какая-то рядом промка. Но я пока ничего от нее не услышал. Железные дороги я тоже не слышал. До метро недалеко. Здесь и частный сектор. Ну, в общем, такие места меня, в принципе, устраивают в Киеве. Но вот вся эта неразбериха с сменой владельцев и с остановкой строительства. Это вам, кстати, такая поучительная история. Относительно того, что, ну вот, это же надежный застройщик. Это же Укрбуд, Киевмискбуд, еще какой-нибудь там Буд. Вот у них тоже могут начаться проблемы в определенный момент. Они тоже могут быть замешаны в коррупционных скандалах. И в какой-то момент вы вдруг оказываетесь в той же ситуации, что и инвесторы строек Войцеховского. Может, конечно, сравнение не очень удачное, но тем не менее. В целом дом, конечно, простой. Но из кирпича как-никак, а это, как по мне, лучше, чем из газоблока. Повторюсь, место неплохое, хотя из ближайшей инфраструктуры такой я точно не знаю. Это нужно смотреть на карте, что тут есть поблизости. Итак, ЖК Академпарк находится недалеко от станции метро Житомирская и станция метро Академгородок. С одной стороны комплекса Бульвар Академика Вернацкого, со второй стороны частный сектор, ну а с третьей и четвертой стороны такая достаточно большая промзона. Тот самый спортивный комплекс, о котором я вам говорил. Здесь есть теннисные корты, здесь есть стадион и крытый бассейн. Чуть-чуть дальше за промзоной проходит железная дорога, которая действует и достаточно оживленная. А за железной дорогой начинаются территории производственных мощностей завода Антонов. И там же их взлетно-посадочная полоса. Из ближайшей инфраструктуры это детская клиническая больница прямо через дорогу от комплекса. Там же находится школа имени Вернацкого, детский садик. Есть еще и неподалеку специализированная школа, европейский университет. В общем, в этом микрорайоне достаточно много учебных заведений. Другой вопрос, достаточно ли там мест. Продуктовые магазины есть и вот здесь на бульваре, и вот АТБ с Форой находится. Ну и, конечно, возле самого метро есть куда более крупные супермаркеты. Новус возле Академгородка. Если хочется погулять, то небольшой такой скверик есть возле метро Житомирская. Ну а так, чтобы нормальный парк, то ближайший это возле метро Нивки. Тот самый парк Нивки. Когда я смотрел рендеры этого комплекса, то там такая красота была во дворах, такие детские площадки. Реальность оказалась совсем другой. Так что не ведитесь на эти картинки. Ну, во всяком случае, если это картинки от Укрбуда. И советую вам посмотреть еще мое видео прожика Казацкий. Посмотреть, что в результате может получиться из этого комплекса на примере их другого комплекса. И также этот комплекс, ну вот так, по ощущениям, мне чем-то напомнил ЖК Вудстория. Тоже гляньте это видео, если не смотрели. Это, конечно, совершенно другая сторона города. Другая станция метро. Но, повторюсь, вот какие-то у меня ощущения схожие. Что там, что здесь. Ну да ладно. Спасибо вам за то, что смотрели это видео. За то, что ставите свои лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на Инстаграм и на Телеграм. Ну, а я буду продолжать искать жилье. А вы пишите и советуйте, куда мне еще отправиться в следующий раз. Увидимся в новых видео. До новых встреч. Всем пока.